Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу начать с вопроса к вам, дорогие мужчины. Мужчины, был ли у вас кризис среднего возраста? И как вы его перенесли? Обязательно напишите нам. Действительно, тема важная, потому что у многих мужчин данный кризис бывает. Как вы его прошли? В каком возрасте он вас догнал? Обязательно мне напишите. А мы сегодня с вами поговорим вообще о кризисе среднего возраста у мужчин. Как же быть? Что же делать? И вообще, когда он случается? Поэтому обязательно напишите. Действительно, это очень важно. Ну что, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Обязательно пишите ваше мнение. Задавайте вопросы в комментариях. И мы в следующих видео обязательно обсудим. Ну что, дорогие мужчины, кого когда догнал кризис среднего возраста? Мы всё время говорили про женщин, а сейчас как раз поговорим про мужчин. Кризис среднего возраста бывает в возрасте от 35, и я бы сказала, до 42, до 43 лет. Хотя многие говорят, что до 40 лет. Ну то есть вот около 40 лет данный возраст. То есть для многих мужчин этот возраст, это такой экватор между тем, что было, то, что будет. И мужчина в этом экваторе находится и не знает, куда дальше идти. Как дальше вообще, куда двигаться, да? Смотрит на свою прожитую жизнь, смотрит вперёд. И часто это случается из-за того, что, ну, в какой-то момент всё надоедает, да? И для многих мужчин особенно, которые там заранее планировали заблаговременно, там, допустим, купить большой дом, да, какую-то большую машину, там, допустим, родить много детей. И вот к 40 годам наступает тот момент, что, а давай посмотрим, что ты хотел, да, как многие мужчины описывают, и что у тебя есть. И, соответственно, если мужчина смотрит, а у него вроде бы и много детей нету, и большого дома нету, допустим, машины нет, там, какую-то, да, которую он хотел, то начинается такая определённая депрессия, что я же вроде бы уже старый, да, что вроде бы как вот мне быть в этой ситуации, вроде я, у меня уже 40 лет, дальше 50-60, и уже как бы многие считают это достаточно зрелый возраст. Как же из этой ситуации выпутываться? И здесь вот все совершенно по-разному, да, многие, кто находит себе молодую партнёршу, и в одном из видео, в комментариях написал мужчина, что вот вы говорите, старая, там, партнёрша моего возраста, она, она там взрослая, и зачем мне эта женщина нужна, она меня тянет в старость. Это реально был такой комментарий, если поискать, вы его найдёте. А вот молодая жена, она меня тянет в молодость. И вот этот комментарий, мне кажется, очень сюда уместен. То есть он подтверждает как бы мнение многих мужчин по данному поводу, что многие думают, что вот, жена, да, я уже там с ней прожил, она стареет, там толстеет, всё, да, там, допустим, какие у нас с ней интересы. И вот Катюша такая вся красивая, и титечки, и попочка, и молоденькая, и такая задорная, и вроде бы и так, и сяк попой виляет, и детей-то она хочет, что вот с ней я всего добьюсь. А вот не с этой женщиной, да, которая мне жизнь 40 и там 30 лет портила. Узловно. И у многих мужчин такое появляется, что да, вот такое переключение. То есть вы как бы впадаете в этот возраст, да, там 25-30, то есть, да, там в 20 лет. Что вот если я буду с молодой, то она меня тянет в молодость, да. И как раз мужчина мне вот это вот подтвердил, комментарий мужчины. И действительно очень интересно, да, читать вот этот комментарий, вообще слушать мнение по этому поводу. То есть у всех по-разному. Кто-то хочет куда-то там уехать. То есть я всю жизнь мечтал побывать, допустим, в Арктике. Вот он реально собирается там и едет там в эту Арктику, да, или летит. Соответственно, кто-то там мечтал, допустим, свою конюшню, ну, условно. И, соответственно, мужчина собирается и там, допустим, залезает в кредиты и строит конюшню, да. То есть у всех совершенно разные. А кто-то наоборот впадает в очень жёсткую, очень такую затяжную депрессию, лежит на диване, употребляет спиртные напитки и вообще ему ничего делать не хочется. Поэтому вот в этой ситуации действительно становится очень такая... И жёны, да, они как бы не понимают, как двигаться, да. Потому что если мужчина впал в депрессию, и жена говорит, у тебя же вроде бы всё хорошо. Ну вот что, да, там, допустим, у тебя там есть машина, есть там квартира, есть работа, там есть бизнес. А ты вот тут лежишь и пьёшь две недели, да. То есть этот период наступает у всех мужчин, я как уже сказала, совершенно по-разному. То есть у кого-то немножко раньше, у кого-то немножко позже, сорока лет. Но тем не менее, так как для мужчин это какой-то определённый такой промежуточный итог. А многие считают, что это не промежуточный итог, а вообще итог всей его жизни. Что вот я, там, не стал, допустим, мэром или губернатором, да. Допустим, я вот хотел, но я не стал, да. Или там о какой-то денежной сумме, да. Или, опять же, у всех совершенно разные изначальные цели и целеполагания. Поэтому вот здесь всё-таки очень важно со стороны женщины найти подход к мужчине, потому что, опять же, ситуации бывают разные. Я вам уже частично описала, да, что кто во что гораст совершенно, кто там с парашютом прыгает, кто кони покупает, кто молодой жену себе, девушку находит, шесть женится и детей от неё рожает, да. Там, пятерых, допустим. Поэтому у всех совершенно разные ситуации, но, тем не менее, здесь речь идёт о том, как жена себя поведёт, как она будет разговаривать с мужем, как она с ним его уведёт в ту степь, которая нужна, да, и настроит его на деловой лад. Друзья мои, был ли у вас кризис среднего возраста, обязательно мне напишите, что вы, как вы из него вышли. Это тоже желательно написать, так как многим действительно людям это может понадобиться. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Если понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Всех целую, обнимаю, чтобы кризис среднего возраста вас никогда не беспокоил. Пока-пока, до новых встреч.